Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Holy Play. Сегодня будет очень интересное видео, ностальгия сегодня будет, пацаны, поэтому обязательно просто поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что моя цель это добить наконец-то 19 тысяч подписчиков, а вы мне в этом можете помочь, поэтому просто не ленитесь, возьмите реально, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Как только мы апнем 19 тысяч подписчиков, я сделаю очень классный конкурс для вас, поэтому не ленитесь, просто возьмите, подпишитесь, поставьте лайк, ну и желательно напишите какой-то комментарий, чтобы видео продвигалось топ. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как вы поняли, я сегодня расскажу, как мне подарили в 2016 году 18 миллионов. Почему я вообще записываю это видео, да потому что, вы представляете вообще себе, в 2016 году получить на Мазинке 18 миллионов. Это очень большие деньги были, за эти деньги, по сути, можно было купить любую машину, даже на фулбат номерах. Можно было купить хороший бизнес, много можно было себе позволить. Поэтому я записываю это видео и хочу поделиться с вами вообще этой историей, потому что, все-таки, это ностальгия, это 2016 год. Это было перед новым годом практически, это было 29 декабря 2016 года. И я до сих пор это помню и хочу поделиться с вами, потому что, тогда, когда я записывал видосы, делал стримы, как бы меня смотрело очень мало людей и вообще никто не знал, кто я такой. И мало кто меня вообще узнавал на сервере. Сейчас же у меня, как бы, появилась аудитория, довольно-таки неплохая. И я хочу с вами вообще поделиться этой историей, как это все было, что вообще я там делал, что я говорил, какие у меня были эмоции. Все это я вам сегодня расскажу. Итак, получается, это было 29 декабря, перед Новым годом, грубо говоря, 2016 год. Я себе стримил, получается, в час ночи, и мне в чат написал такой персонаж, как Андрей Гуцуляк. Он в ютубе был подписан, и он мне написал, Кирилл, поддержай Канашану, дам 5 пиллионов, даю слово пацана. Ну, я, конечно же, думаю, почему бы не подъехать. Взял, получается, БМВ, поехал на Нашан и встретил его там. У него ник в игре был Андрей Марашилов. Как бы, Андрей, если ты вдруг каким-то образом смотришь это видео, то большое тебе спасибо за тот подгон, который ты мне тогда сделал. Представляете, просто сидит, стримит мелкий ютубер, у которого там было... Я, честно, даже не помню, сколько подписчиков. Ну, может быть, 2000 подписчиков у меня было тогда, но это, типа, мало было. Может, даже 1000 было, я, честно, не помню. Ну, короче, мало у меня было подписчиков в 2016 году, и мне просто пишет пацан, говорит, приезжай на Нашан, я тебе дам 5 лямов. Ну, вы бы не охренели? Я охренел. Реально, я охренел. К сожалению, я не смогу ставить звук вообще, как я тогда разговаривал с этим человеком, какие у меня были эмоции, но кому интересно, ссылки я оставлю в описании. Я также еще видос отдельно записывал про то, как мне подарили 18 миллионов. Поэтому, кому интересно, ссылки я оставлю в описании. Просто заходите в описании, можете посмотреть вообще от начала до конца, как это все происходило, как мне дарил деньги, и как вообще я реагировал. Там, пацаны, трэш жесткий. Если честно, мне даже стыда немножко, потому что 2016 год, это мне тогда было... Сколько лет, получается? 18? Да, 18 лет тогда было, и я просто там такую херню, пацаны, говорил. Это пиздец, реально. Я вам советую посмотреть. Кому интересно, повторюсь, ссылка на стримы, на видео будет в описании. Но давайте я вам теперь расскажу вообще про эту ситуацию. Получается, приезжаю на Нашан, встречаю этого человека, Андрея Ворошилов, и он начинает передавать мне просто деньги, вообще. Даже ничего не говорит. Он был, получается, на елике, вообще не на фулблат номерах, просто обычный елик, как бы, на обычных номерах. У него был девятый уровень, это я уже потом увидел, в конце, в принципе, когда он мне остальные деньги отдавал. У него девятый уровень был, понимаете? Девятый уровень, у него был елик, и я уверен в том, что он мне отдал не последние свои деньги, потому что у него еще был кейс. Мне кажется, у него деталямов 100 было, может быть, больше. Я, честно, не знаю, и этого игрока я вообще в первый раз в жизни не видел. Раньше, как бы, я с ним не встречался, не общался. Представляете, вы просто играете в час ночи, и вам просто дарят 18 миллионов. 18, пацаны, миллионов в 2016 году. Это просто пиздец, я не знаю, как это объяснить, ну, я тогда просто охуел, ну, мой мозг просто охуел, реально. Потому что, ну, 18 миллионов. Я на тот момент уже был не бедный, как бы, игрок. У меня было три машины, получается, BMW, Lamborghini и Porsche был, который Porsche самый дорогой был, 4 миллиона 500 он стоил в автосалоне. И у меня был этот Porsche, как бы. Я был уже не бедный игрок. У меня был дом еще, получается, в Батырево. У меня был бизнес в Батырево, 2,4 на 7. Кстати, насчет бизнеса я чуть позже вам расскажу. В конце видоса я думаю, вы немножко охуеете. Как и охуел я, потом, когда вспомнил. Ну, короче, неважно. Я был при бабках уже, как бы, ну. Денег у меня, конечно, особо не было, но у меня было хорошее уже имущество. И тут мне просто дарят 18 миллионов. Понимаете, ну, мне таких подарков еще никогда не делали. Как бы, это да, сейчас, в 2020 году, в 2019, мне дарили и 150 лямов, и машины дарили, короче. Ну, много подарков делали. Тоже хороших. Но, когда ты ноунейм, просто ютубер, в 2016 году, и тебе просто дарят 18 лямов. Ну, блядь, это пиздец, пацаны. Я вам, кстати, расскажу потом, куда я деньги эти потратил. Потому что, все-таки, я их потратил. Получается, я приехал на Ношан, и он начал мне передавать деньги. Изначально говорил то, что он мне подарит, получается, 5 миллионов. Но, почему-то, он не останавливался передавать деньги. И, в итоге, на Ношане он мне передал 15 миллионов 500 тысяч. Вроде бы как. Да, 15 миллионов 500 тысяч он мне передал, получается. И я потом поехал в банк, положил эти деньги, и, как бы, все. И потом начал кататься, как бы, туда-сюда. В принципе, общаться, там, с аудиторией своей, которой было очень мало. Я не помню, сколько у меня тогда людей смотрело. Ну, наверное, человек 5, может быть, максимум. Максимум, пацаны. Это был час ночи. Это было 29 декабря. И меня очень мало людей смотрело. Ну, потому что у меня была вообще, ну, аудитория вообще, ну, никакая, по сути. По сути, была никакая аудитория. И, ну, вы представляете просто, ну, и тут такой подгончик мне делают. Вот, я вам даже скажу, сколько на этом стиме набралось просмотров. На этом стиме 358 просмотров. Это за 4 года, понимаете? За 4 года 358 просмотров. Вообще, почему я решил рассказать про эту историю? Ну, потому что, блин, пацаны, я считаю, что про это нужно рассказать. Потому что мы можем понастальгировать, мы можем вспомнить старый Амазинг. Я просто хочу этого человека, как бы, запомнить и показать вам. То, что были такие люди, которые дарили мне бабки. Да, конечно, потом мой аккаунт деактивировали, и эти деньги ушли в никуда. Но, в любом случае, вот этому Андрею Ворошилову, Андрей Гуцуляк, он в ютубе был подписан. Большое тебе спасибо, если ты это смотришь. А я надеюсь, что ты это смотришь. Хотя, скорее всего, он уже не играет даже в КРМП и не смотрит меня. Но, блин, реально ему большое спасибо, потому что, ну, реально жесткий подгон он мне сделал. Кстати, тогда я еще с пацанами сидел. Получается, Миша Орлов был, у него ник. И Никита Тимкин. Я с ними сидел не в Дискорде, не в Скайпе, пацаны, а в Райткал. Кто-то помнит вообще, что такое Райткал? Райткал, пацаны. Кто-то помнит вообще такое? Ну, кто, в принципе, играл давно, тот знает, что такое Райткал. Ну, Райткал это типа как сейчас Дискорд. Как бы, по сути, то же самое. Там можно тоже было создавать канал, разные комнаты, туда-сюда. И мы сидели, пацаны, в Райткале. У меня там сколько часов просто намотано. Это просто пиздец, реально. Я давно, конечно, не пользуюсь Райткалом, но у меня там очень много часов, как бы, проведено. Поэтому у меня там даже корона, по-моему, есть, да, золотая. То, что я типа до хера сидел. Ну, а теперь давайте поговорим про бизнес, про который я хотел вам рассказать. Получается, в 2016 году у меня был бизнес 2.4 на 7. И какой именно бизнес? А именно вот этот, который сейчас у меня тоже есть, как бы. Прикиньте, просто спустя 4 года я владею тем же самым бизнесом. Понятное дело, то, что, ну, как бы, здесь уже другой ID, здесь другая ГОСКа. Ну, представьте себе просто на минуточку, то, что в 2016 году я владел этим бизнесом. Это был мой второй бизнес, чтобы вы понимали. Вообще, на проекте Amazon Free Play. Это был мой второй бизнес вообще. Первый бизнес у меня был пиротехника, получается, в Арзамасе под мостом. А второй бизнес был уже 2.4 на 7. И нам вот этот, который здесь стоял. Ну, он сейчас тоже здесь стоит. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю вообще. Представляете, спустя 4 года у меня все равно этот бизнес. Я просто вахую, пацаны. Понятное дело, то, что сейчас финка здесь совсем другая, как бы, не как тогда была. Тогда у меня финка была в день 80 тысяч, и я уже радовался, типа, это уже было хорошо. И тогда этот бизнес стоил, там, около 8-10 миллионов. Как бы, это, по сути, было не очень дорого. Вы представляете, в 2016 году вы могли просто взять и купить себе бизнес 2.4 на 7 Батырева за 8 миллионов. Сейчас вы за эти деньги вообще ничего не купите из бизнеса. Абсолютно ничего. Короче, у меня, получается, был этот бизнес 2.4 на 7 в 2016 году. Потом я, получается, его продал и купил себе бизнес-спортзал. Сейчас я вам покажу, где он находился. Купил я, получается, спортзал именно в Батырево. Вот здесь, где находится сейчас, получается, мафия. По-моему, чеченская мафия здесь находится. Именно вот здесь, вот в этом месте, был у меня бизнес-спортзал, который я купил за 19 миллионов 300 тысяч. Как бы, это был мой второй бизнес вообще на Амазинге, понимаете? И это был уже спортзал с очень даже неплохой финкой. Поэтому я очень был рад, как бы, этой покупке. Вы представляете, просто купить, получается, 24 спортзал, получается, купить. Он, подписчик, походу, прибежал. Привет. Привет, давайте напишем ему. Я тут немножко видосик снимаю, конечно. Ну, ладно, пацанчик попал в видосик. Пацан говорит, я тебя обожаю. Все на низу, а ты сверху всех. Ну, конечно, сильно он сказал. Честно, ты самый лучший. Вау. Пацанчик видосик попал, походу, да? Повезло. Да, тебе очень повезло то, что ты меня застал. Конечно, ты мне немножко мешаешь, но, в принципе, ладно. Я подписчиков, как бы, уважаю. Поэтому не буду тебе, как бы, ничего такого говорить, чтобы ты уходил. Просто ты немножко сбил. В смысле? Не верится, что ты стоишь передо мной. Бывает, братан. Вот еще один, походу, подписчик подъехал. Блин. Просто прикинь, какая ностальгия, когда у меня этот спортзал был. Как бы, там финка была, я помню, лям, 200-300 тысяч. Как бы, реально сложно такие видосы записывать, потому что тебе нужно найти материал. Потом его вставить в видео не забыть. Ну, короче, это очень сложно. Как бы, записывал такие видео, но, блин, они такие душевные, просто такие ламповые. Мне нравятся такие видосы записывать. Надеюсь, вам нравятся такие видосы смотреть. Потому что, ну, они реально очень кайфовые. А я только в акции приехал, одежду подарили. У меня только 10к, те, что ты дал. Можно с тобой познакомиться? Просто новичок приехал к вам в город. Блин, пацаны, я бы с радостью с вами пообщался бы, но, блин, я сейчас видос записываю. Давайте я им, короче, бабок пойду накину, чтобы у них были деньги, короче. Ну, как бы, новички все-таки, давайте им поможем. Конечно, это не входило в мой план, но, в принципе, ладно. Давайте их с собой возьмем. Давайте 300 тысяч я сниму и по 150 тысяч я им накину. Как бы, я бы мог больше накинуть. Ну, просто, как бы, тоже их баловать сильно не хочется, потому что надо, чтобы они умели сами, как бы, развиваться. Все, в принципе, я им помог, как бы, на развитие. Чуть-чуть дал по 150 тысяч. Видосики узнаю зачем. Ну, просто, ну, как бы, новички, надо им помогать. Я не говорю, что им надо, там, дарить елики сразу, там, дома, квартиры. Как бы, 150 тысяч на квартирку, я думаю, хватит. Либо на машинку какую-то, знаете, простенькую. Ну, вот, такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, реально, оно вам понравилось. Просто возьмите, поставьте лайк, там, подпишитесь на канал. Я очень хочу добить уже 19 тысяч подписчиков, а вы мне в этом можете помочь. Реально, просто возьмите, подпишитесь на канал, ну, и поставьте лайк на это видео. Субтитры сделал DimaTorzok